всех приветствую с вами виктория сипчук тема данного видео будет про зоны какие они бывают в частности на зону мы смотрим при пробоях это относится к зонам зараженности либо хорошей зоне где не было заражения цены где не было повышенной волатильности и когда идет пробой кого-то сильного уровня в основном это работает при дальних ретестах просто при ретестах либо при при ближних ретестах а мы смотрим в левую сторону на графике и чтобы нам понимать какой будет пробой легкий или тяжелый в принципе нам это помогает именно зона как какая была история цены именно в прошлом именно в этом диапазоне куда цена направляется именно на пробой уровня я покажу на графика как это выглядит начнем с заражут зараженной зоны допустим на вот доллар канадец дневной график что мы сначала смотрим дамы сначала выделяем уровень до основу по нему до ориентируемся то есть пробой чего пробой соответственно уровня да у нас должен быть сильный уровень излома излом это основа это основной уровень соответственно да здесь у нас рит hi с до ближниria тест ближний рит с по тренду а когда у нас идет пробой до инструмент пытается например близко закрывается к уровню пытается пробить отметку то мы конечно же смотрим сюда в левую сторону что здесь было ранее в этом диапазоне до куда цена направляется здесь зона если смотреть на эту картинку то здесь зама зараженные почему здесь повышенная волатильность что значит повышенной волатильность то есть здесь хаотичные движения вверх-вниз вверх-вниз то здесь на самом деле нет какого-то такого спокойного, размеренного движения, без каких-либо задергов, теней. И, на самом деле, соответственно, в такую зону тяжелее заходить. То есть, соответственно, с первого раза вообще в зону зараженности инструмент не идет. То есть, с первого раза уровень не пробивается. Пробивается либо со второго, либо с третьего, либо с четвертого и так далее. А в данной ситуации уровень, в принципе, вообще не пробили. Тренд развернули и инструмент пошел вниз. Далее. Зона пустая. Что значит пустая зона? Это доллар-иена, дневной график. Также мы взяли уровень, основу для уровня. Это излом, это основной уровень. Также у нас есть тренд. Это ритес. С первого раза здесь также не пробили, но нарисовали такое вот поджатие, узкую консолидацию, такое прилипание к уровню и, соответственно, при закрытии выше уровень пробили. Ну, как его пробили? Очень спокойное, размеренное спокойное движение пошло. Почему? Потому что здесь нет зараженной зоны, здесь зона пустая. Вообще, когда пустая зона, это даже лучше, чем незараженная зона, потому что в пустую зону всегда легче идти. В пустую зону даже инструмент может пройти, то есть пробить уровень с первого раза. Поэтому на это стоит обращать внимание. Далее. Зона незараженная. Незараженная, это когда движение идет спокойно. То есть, как здесь, да, например, идет обычное восходящее движение. Да, у нас есть какие-то откаты, но они незначительные. То есть, они не хаотичны, например, как здесь или как здесь. Это просто размеренное обычное восходящее движение, да, если мы сейчас говорим про данную картинку. Это у нас инструмент золота, дневной график. За основу мы взяли уровень, соответственно, и злом, да, исторически сильный уровень. Здесь также пытались первый раз пробить, да, и на втором разе уже к подходу, когда второй раз подошли к уровню, инструмент пробил уровень. Вот данный уровень. Но если взглянуть вот на эту ситуацию, именно сверху, да, вот именно у верхней границы уровня, то здесь, конечно же, немножечко зараженная зона присутствует. Ну и, соответственно, да, здесь также мы не с первого раза, то есть, немножечко стояли, как и здесь. Видите, все повторяется на истории. Здесь также была остановка, но после этого, как отконсолидировалась цена, инструмент спокойно пошел вниз. Здесь он так спокойно, так же шел вверх. Поэтому незараженная зона, она также важна. Если мы смотрим, да, в левую сторону, незараженная зона, это тоже хорошо. То есть, инструмент, в принципе, значит, так же, как какая цена была на историю, в принципе, такой же пробой будет и на текущей цене. Всем спасибо за внимание!